На прошлой неделе Молдова внесла свой первый вклад в отчет о расширении Еврокомиссии. Об этом сообщил глава МИДИ, отметив, что в документе более 900 страниц. В июне на следующем этапе в ЕС будет отправлен еще один отчет о прогрессе выполнения рекомендаций ЕС по членству. На этой же пресс-конференции Нику Папеску заявила об утверждении Совета по иностранным делам ЕС нового пакета поддержки нацармии и Республики Молдова. По словам Нику Папеску, решение было принято на заседании Совета, состоявшемся в Брюсселе. Он призван укрепить возможности страны в области безопасности и обороны. Важным решением для нашей страны является утверждение нового пакета поддержки, предоставляемого национальной армией через Европейский мирный центр, инициатива, которая направлена на укрепление наших возможностей в области безопасности и обороны. В чем состоит поддержка глава молдавской дипломатии не уточнил, но ранее министр обороны Анатолий Насатый заявлял, что речь о нелетальном оборудовании, укреплении сферы киберзащиты, военной медицины, а также других вопросах, касающихся сферы развития обороноспособности. При этом глава ведомства отметил, что речь не об оснащении армии, а об ее модернизации. Папеску также заявил, что тот же Совет одобрил делегирование гражданской миссии в рамках общей политики безопасности и обороны Европейского союза. Эта миссия будет гражданской и будет направлена в Молдову для того, чтобы помочь молдавским властям бороться с гибридными угрозами. Цели миссии будут сосредоточены на укреплении механизмов кризисного управления, противодействии к гибридным угрозам, обеспечении кибербезопасности, противодействии дезинформации, помощи в реализации стратегии национальной безопасности. Глава МИДИ подчеркнул, что миссия не является частью процесса урегулирования Приднестровского конфликта. Министр также сообщил о достижении прогресса в реализации девяти рекомендаций Еврокомиссии. Одна из наиболее важных касается завершения основных этапов реформы правосудия и заполнения всех вакансий ВСМ и специализированных органах. Продолжение следует...